Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Вы большие молодцы и набрали необходимое количество лайков на недавно вышедшем видеоролике, где мы в буханке обнаружили чемодан. Буханка предположительно принадлежала уфологу, которому на самом деле удалось запечатлеть что-то вроде НЛО или даже пришельцев, друзья. И сегодня у нас на распаковке чемодан уфолога, ребята, которые мы вытащили из той самой буханки, чтобы посмотреть сейчас его содержимое и узнать, правда ли наши догадки или все это просто доводы, притянутые за уши. Что ж, думаю, долго с этим растягивать не будем, потому что, скажу честно, я не удержался. У нас с оператором был большой спор, и мы проверили хотя бы внешние карманы. В них не было ничего. Весь чемодан в ржавчине, он грязный. Это связано с тем, что он долгое время находился в буханке. Ну, не знаю. В общем, в любом случае, содержимое основного цепи чемодана первыми всегда видят подписчики нашего канала. Поэтому, если вы не подписались, сделайте это прямо сейчас. Вот нажмите на красную кнопку, если нажали, подписались. Если вы подписчик, то содержимое чемодана уфолога прямо сейчас мы увидим. Три, два, один. Поехали. Ого. Я не знаю, что я ожидал здесь увидеть, но здесь много чего странного. Ого. Смотри-ка, неплохо. Видал? Это, между прочим, это Sony, CMOS, Carl Zeiss. Короче, такая... Да, она старющая, но такие сейчас никто не снимает. Она старющая, но в свое время она была очень дорогая. И это очень круто. Это видеокамера, на которую идет запись. Ого. Ого, смотри, видал? Что здесь написано? Night Shot. Знаешь, что это обозначает? Ночной выстрел. Нет, это значит ночной снимок, ночное зрение. Эта камера оснащена, ну, типа, датчиком ночного зрения, таким зеленым. Знаешь, как в хоррорах или фильмах. И она может это снимать. Я бы посмотрел ее содержимое, но здесь отсутствует аккумуляторная батарея. И я не знаю, как мы сможем узнать. Где-то нужно будет найти вот эту аккумуляторную батарею. И тогда мы сможем узнать содержимое этой камеры и пользоваться ею. Здесь есть шляпа. Я не знаю, может быть, уфолог чувствовал себя детективом. Или знаешь, как эти темные ребята из различных кино, нуар, фильмов, которые расследуют что-то. Может быть, уфолог был одним из них. Но смотри, то, что он уфолог, косвенно подтверждается литературой, которая здесь находится в этом самом, ну, чемодане уфолога, получается. И здесь таких книжек несколько. НЛО, битва за землю, теория, залвера. То есть парень, мужчина, будем говорить так, он, получается, занимался ничем иным, как исследованиями, расследованиями. И изучал что-то про НЛО. А вот эта перчатка, возможно, в которой он работал. Представляешь, оператор? Ну, типа, может, он собирал какие-то улики и складывал сюда, в этот самый чемодан. Если это так, то, возможно, они здесь. Смотри-ка, здесь какая-то карта. Карта. Ничего не подписано. Но вот здесь вот есть какой-то красный крест. Может быть, это какое-то место, куда собирался отправиться уфолог. Или, может быть, это какая-нибудь штаб-квартира. Ну, судя по всему, там водоем был изображен. Да? Угу. А что, если это то самое место, о котором идет речь, о котором мы вот в этом видеоролике отправились и нашли там действительно признаки того, что были там НЛО. Смотри-ка. Здесь есть фотографии. Фотографии этой самой тачки, которая теперь наша. Ха. Неплохо. Ну, слушай, крутые фотки, реально. Очень, очень длинные какие-то. Странные, но интересные. Ого! Ну, я не знаю, верить в это или нет. Напишите в вашей версии в комментариях. Здесь вот фотографии тачки получаются. И из всех них отличается вот эта фотография, потому что здесь красным фломастером, тем же самым, судя по всему, фломастером, что и обозначен крест, обведена какая-то аномальная небе. Как думаешь, что это, оператор? Ну, похоже на летающую тарелку. Ну, не знаю, мне кажется, это может быть фотошоп. Ну, да, мне тоже кажется, что это фотошоп. Хотя, фиг его знает, может быть, так удачно просто попало, что он хотел сфотографировать свою машину. И здесь какое-то письмо. Хотя он такой ракурс выбрал, как будто прячется. Нет? Кстати, да. Может быть, он спрятался. И здесь тоже, может быть, да, да. Он прячется будто бы. Да, он прятался, может быть, где-то за машиной своей, получается. Она же у него высокая, и он за ней прятался. Может быть, здесь в кадре он не успел, но щелкнул, да, она уже улетела. А здесь вот он попал и обвел, типа. Хм, не лишена, не лишена твоя версия правды. И она действительно возможна. Здесь есть вот какие-то книги. Мистика загадочная и необъяснимая. Все это, видимо, так или иначе касается МЛО, пришельцев, вся эта литература. Посмотрим, сколько здесь... Ого, тут даже картинки есть. Нифига себе. Удивительно, реально. Ну, видал. Какие-то космические корабли, какие-то артефакты, какие-то пришельцы, черт возьми. Видал. Эту литературу стоит... Я потом почитаю. Да, обязательно прочитаю, потому что я читать не люблю. А вы, ребята, напишите в комментариях, любите читать или нет. Мир астрономии. Тоже это весьма и весьма связано с пришельцами. Но книжка-то подпылилась, судя по всему. Посмотри, она вся в пыли. Ну, или в какой-то грязи, не знаю. Мир астрономии. И здесь у нас тоже картинки есть. Но это связано с космосом. Возможно, он как-то хотел попытаться понять, как небесные тела связаны с нашей планетой. Как они могут взаимодействовать с нами, я не знаю. Но литература очень старая. Это реально не книжки наших лет. Они сейчас такие книги уже не выпускаются. Но вообще этот уфолог, он довольно-таки стрёмный, старый. Вы здесь, наверное, уже тоже обнаружили вот эту вот технику. Он всё записывает и фотографирует на аналоговую технику, как я понял. Ну, то есть он использует плёнку, чтобы проявлять её потом, которую нам пришлось в итоге проявлять в другом видеоролике. Ну, он там и говорил об этом, да? Да-да-да, то есть у него на этом сдвиг какой-то. И здесь у нас есть диктофон с какой-то кассетой. Здесь кассеты нету. Тут она получается так уставляется. И эта сторона пустая. И эта тоже пустая. Что? Ты что-то слышал? Меня зовут, он что-то сказал. Ты уверен? То есть мне не показалось? Как эта штука работает? Там какой-то голос был. Как это отмотать назад? Меня зовут Глеб какой-то или... Что он сказал? Глеб Тарелкин. Глеб Тарелкин. Либо Глеб Тарелкин, либо Клим Тарелкин. Что-то в этом духе. Если вы слышите одну запись, то со мной что-то случилось. Чего? Ты слышал это? Угу. Это последнее сообщение от уфолога, который занимался поиском пришельцев? Моя кассета всегда хранится в чемодане. Если вы не спрели там, то скорее всего мы прошли в его на претензии с записью. Моя кассета всегда хранится в чемодане. Она хранится здесь. Очень плохо, понятно, слышно. В общем, он говорит, что кассета обычно хранится в чемодане. А если вы нашли ее не там, то вы вор. Но мы не воры, мы нашли ее в чемодане, так? Мы засылали в моем чемодане, но скорее всего они забрали меня. Я занимаюсь в влоге уже более 20 лет. Я уверен в существовании внеземной цивилизации. Я думаю, что мы нашли в расследовании внезем получить контакт с инопланетянами. И возможно, если вы слушаете эту кассету, контакт состоялся. Если мы слушаем эту кассету, то контакт с инопланетянами состоялся. Да, я могу в это поверить. Более чем. У нас тоже есть доказательства того, что у этого уфолога и у пришельцев был контакт. И оба они пропали без вести. Давай слушать дальше. Нет, я думаю, что много расследований и 6 неопубликованных книг. Ну, это скорее минус, чем плюс. А ты как думаешь, оператор 6? Он сказал, что у него много расследований и 6 неопубликованных книг. Но типа книги не публикуются не просто так. Либо деду денег, либо публикации говорят, что это типа отстойные книги. Может, тут шизофрения. Слушай, может, это вообще все какая-то шиза. Ну, не знаю, ты как думаешь. Давай дальше слушай. Мне кажется, он рассказывает про тот случай, когда вся деревня говорила о том, что видели летающую тарелку. Помнишь, да, там все говорили, что вот там, вот там. И мы туда отправились. Видимо, он тоже был наслышан об этом. И тоже отправился на расследование раньше нас. Да давай дальше уже слушай. Успокойся, это же не игрушка. Давай нормально. Я не понимаю. Вот кто может... Вот, ребята, я не все понимаю. Кто вот может это расшифруть и все, что он написал. Потому что, вот кто, что он все записал, напишите в текстовом формате. Потому что я вот не все понимаю. Оператор у нас такой умный, он все понимает. А я все понять не могу. Поэтому в комментариях напишите, кому не лень, кто весь его текст смог распознать. Потому что у меня не получилось все распознать. Ну слушаем дальше по просьбе оператора Он сказал, что ему нужно взять все снаряжение Отправиться на машине Володи Интересный момент, потому что В записи шигурирует машина Ну да, понимаешь, если бы это была его машина Кто бы тогда ее нам продал? Нам продал владелец этого автомобиля Согласен? То есть Это тот же самый уфолог Однозначно, это один на лицо Потому что та же самая история Пленка, чтобы зеленые, как он выразился Инопланетяне, то бишь, я так понимаю Не взломали его технику Голос тот же Ну голос очень сильно искажен Потому что это пленка И не всегда Она плохо сохраняется очень Пустая пленка дальше Но потом-то мы уже знаем, что было Да, в принципе, дальше мы уже имеем представление о том, что произошло Потому что мы отправились на то место И обнаружили его вещи Ну какие-то его вещи В том числе фотоаппарат плюночный Который нам удалось проявить Не все фотографии сохранились Но какие-то фотографии мы сумели обнаружить И действительно там вроде бы как фотографии пришельцев А также у нас была запись Ну как бы это получается запись Которую он оставил на случай чего И этот случай произошел А та запись у него была с собой То, чтобы везти, так сказать О, письмо Смотри Клим Когда вернешь машину Мне деньги нужны Клим или Глеб? Клим Здесь написано Клим То есть все-таки его звали Клим Тарелкин Клим Тарелкин Ну тут просто Клим Клим, когда вернешь машину Мне нужны Мне деньги нужны Переведи Приведи ее в то состояние, что на фото Вот на этом фото, я так понимаю Это не машина уфолога Это буханка Ее надо продать Но, судя по всему Она стала машиной уфолога И то, что мы наблюдаем Это действительно Ну это сущие факты Она все сходится Получается это ведь так Зачем здесь очки? Как думаешь? Не знаю Может быть он что-то собир... Может он нырять под лед собирался? Точняк Точняк Потому что НЛО упала под лед Он об этом знал И собирался нырять Но у него возможно не было Соответствующего снаряжения Потому что сейчас Не май месяц Сейчас очень холодно И одной маски Боюсь ему не хватило Но Если здесь находится маска А уфолог пропал Это говорит о том Что никто еще не видел НЛО подо льдом Под водой Где она сейчас находится Какие-то возможно артефакты Возможно пришельцы Возможно сама летающая тарелка Или что-то в этом духе Помнишь мы самолет нашли под водой? Да Вот в этом видеоролике Нам удалось найти Частично самолет С помощью поискового магнита Но Если... Нет, ты нырял под воду Под воду? Да, и там самолет гигантский был А Ну Может тоже нырнуть здесь за тарелкой? Сможешь? Да-да-да-да-да Был видеоролик Где я занимался дайвингом И отправился на глубину 30 метров Чтобы найти этот самый самолет И мне удалось его найти Но... Сейчас все куда сложнее Сейчас нужно под лед Это очень опасно Либо дожидаться пока лед растает Либо нужно использовать поисковый дрон Подводный дрон В общем напишите как лучше в комментариях поступить Ребята Либо использовать поисковый дрон Либо нырять мне Но это чертовски опасно Это прям реально очень опасно Потому что там лед Такой вот толщины И там мало света Ну и собственно очень низкая температура Вы должны это понимать Что я буду очень ограниченного времени Потому что у меня будет ограниченный запас кислорода С собой в баллоне Но дрону не нужно дышать Поэтому это будет безопаснее Как поступить? Решайте вы в комментариях, ребята Также возвращаясь к содержимому чемодану уфолога Здесь есть какая-то веревка Это называется паракорд Многие выживальщики всегда с собой носят веревку Ну на всякий случай Я не исключение У меня в рюкзаке тоже подобная штуковина есть Только зеленого цвета Вот Также есть нож Ну я тоже думаю нож это бытовая история Она могла как резать и бумагу Так и что-нибудь еще Диктофон Мы прослушали его содержимое Там была только одна получается Пока что мы запись нашли И здесь еще есть несколько фотографий глянцевых Тоже скорее всего они были распечатаны с пленки Или еще как-то Здесь фотка где Ну какой-то человеческий образ обнаружен Судя по всему на Луне Грунт очень напоминает Луну Но я думаю что это тень А ты как думаешь оператор? Не знаю Либо кратер такой формы просто образовался Да я не думаю что это похоже на какое-то доказательство А это что? Что-то типа снимка с вертолета Или с самолета какого-то Что-то в этом духе Но я не вижу ничего Чтобы напоминало МЛО Хотя нет Подожди Если мы посмотрим на это скопление Как на единый объект То это можно помнить нам Летающую тарелку Да? Не знаю Не знаю Ну напишите вы в комментариях Здесь нет никаких подписей Да у них там плохое качество Нормально Почему сводки нет? Так вот этот уфолог хотел исправить эту ситуацию Но у него то ли получилось То ли нет Я не знаю Может все уфологи фотографируют пришельцев на пленку Поэтому плохое качество Может быть так Смотри еще что здесь есть Здесь фотография какого-то странного черепа Типа Очень напоминает голову пришельца Согласись-ка Ну да Они же там умные все Ну кстати да Умный Пришелец большой Мозг большой Череп Все логично выглядит И к сожалению На этом больше Ничего в чемодане нету Единственное Что у нас еще остается Какой у нас вопрос остается Неразрытым Неразгаданным Это Вот эта вот Видеокамера Во-первых Мы можем Узнать ее содержимое Только когда найдем на нее аккумулятор Это будет непростая задача Потому что такие аккумуляторы Только Скорее всего На каких-нибудь Бэушных рынках Нужно искать Потому что новый Вряд ли мы найдем Этой камере Лет 10 Если не больше Серьезно Может быть намного больше Вот Ну и еще у нас остается Разузнать Что это за место Возможно здесь есть Какой-то штаб Или еще что-то Или знаешь Что Мне пришла в голову идея Что этот уфолог Собирался делать Но не сделал Что если он собирался Расставить Видеокамеры На том месте Где упало НЛО И возможно Как раз И он Специально Использовал Такую камеру С ночным видением Чтобы расставлять камеры Так же и ночью Чтобы отследить Пришельцев Чтобы возможно Найти еще Это не скорее всего Ночью-то и чаще появляются Чтобы никто не видел Но даже на наших видео Появлялись Случайным образом Запечатленные НЛО Спасибо что писали Да ребята Спасибо что писали нам Об этом И мы обязательно Я думаю Короче надо расставить Камеры На том месте Где упало НЛО Если вы думаете Что это хорошая идея То пишите в комментариях Расставь камеры Где упало НЛО И все такое Тогда мы это сделаем Ну и конечно Если соберем Под этим видеороликом 30 тысяч лайков Тогда мы Найдем аккумулятор Сюда и посмотрим Содержимое Вот этой Видеокамеры И закончим Дело Этого самого Уфолога Чтобы собрать Больше данных Узнать больше информации И попытаться Разгадать Всю эту загадку Как это связано С тем пришельцем Которому Оторвало голову Как этот уфолог Пропал И при чем здесь Вот эта вот Огромная буханка И кто такой Этот самый Володя Володя Да Володя его звали В любом случае Сейчас у нас остается Больше вопросов Чем ответов Так что обязательно Пишите ваши догадки Я все прочитаю Самый оригинальный Отмечу сердечко В комментариях А кому-то Отвечу лично Пообщаемся с вами В комментариях Получается Друзья Так что ставьте лайки Подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать Те видеоролики Которые выходят каждый день Специально для вас На канале Жизнь Вия А с вами был я Вячеслав Исмаилов Или Живи Пока-пока-пока Эти видеоролики Кстати Очень крутые Советую тебе Их посмотреть